Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Лосаду Левогороди. И мы продолжаем с вами гулять по моему осеннему огороду, осеннему участку. И так, между прочим, я хочу просто с вами, можно сказать, поболтать и дать кое-какие советы. Вот в данный момент мы находимся в теплице, где росли томаты. Росли томаты, фитофторы, они здесь не были поражены. Вот, чувствовали они себя хорошо, у нас есть ролики. И вот как же все-таки я осенью поступаю именно с теплицей? Что можно сделать? В данный момент я здесь посеяла горчицу. Немного поговорю с вами о сидиратах. Здесь посеяна горчица. Многие задают вопрос, как я обрабатываю свою теплицу осенью. Я вам честно скажу, откровенно. Ни одну теплицу я осенью не обрабатываю. Все обработки теплиц я делаю весной. Весной, когда припекает солнышко, когда всякие там вредители, жучки и паучки, они могут вылезти из земли. Вот здесь я, конечно, мою теплицу и занимаемся мы. Ну, конечно, не только я, потому что у нас теплицы много. Я, муж, дети, все моем теплицы и приводим их в надлежащий вид для посадок. В данный момент я хочу обратить внимание, в этой теплице посеяна горчица. Именно по сидирату горчицы я хочу остановиться именно пока на этом сидирате. Почему? Потому что все-таки горчица, если мы ее будем сеять где-то в сентябре, вот так примерно, не в теплице, а в огороде. Вот. Здесь она была посажена первые числа сентября. Вот видите, она и то здесь не очень отросла. А если мы ее посеем в огороде, ну, просто-напросто у меня есть участки, где она не успевает нарастить зеленую массу. Почему я осенью не прибегаю к посадке горчицы именно осенью на открытых участках? Потому что не успевает она нарастить зеленую массу. Вот, к примеру, убрала я там морковку или что-то, кабачки, я вообще, мы собираем их до конца сентября, они лежат на грядках. То есть получается, чтобы, когда мы видим, да, у кого-то большие такие сидираты, ну, вы сами должны дать себе отчет. Это когда их нужно посадить, чтобы они выросли вот такими и зацвели. Например, у меня растет в огороде морковь, растет свекла, да, растет капуста. Я, как, если мы, я убираю этот урожай капусты и свеклы, это где-то конец сентября, морковку и вообще не как раз в октябре. Ну, это не дешевый сидират, потому что вот если у кого большие участки, там пакетики где-то килограмм, а то и 800 грамм, это стоит 70 рублей, а то и дороже. И посеяв в открытый грунт, она просто, ну, она не принесет вам особо такой большой пользы. Вот почему я все-таки на открытых участках, я практикую именно осенью, осенью сеять рожь. Почему рожь? Потому что даже если применую озимую рожь, потому что даже при минусовых температурах она очень всходит и нормально, она наращивает зеленую массу и весной, и хорошо работает, это и борьба с проволочником, и с сорняками. В общем-то, я больше отдаю предпочтение посеять рожь осенью. Но это, конечно, может быть и овес, потому что овес довольно-таки тоже быстро всходит, вот, но, конечно, он потом вымерзнет и его не будет уже весной. Это такая культура, которая вымерзнет так же, как и горчица. Еще что я хочу сказать по сидиратам. Я считаю, что, ну, все это, конечно, очень хорошо, да, природное земледелие, это у нас сейчас везде все это практикуется, но надо тоже давать себе отчет, что сидират в данный момент, он улучшит структуру почвы, да. Почва будет рыхлая, такой, воздухопроницаемая, все, но все равно растениям потребуется питание, и вы будете подкармливать, и вы никуда не денетесь. Или с осени вы внесете опять-таки перегной, да, если у кого-то лежал и навоз, или кто-то будет с зелеными удобрениями, но обязательно вы будете свои кормить растения. То есть вот эти вот сидираты питание не принесут растениям. Ну, опять это я просто с вами делюсь как бы, да, своими наработками и своим опытом. Вот смотрим, вот видите, горчица, даже несмотря, кажется, теплица, сейчас она была посеяна в начале сентября, ну, где-то так примерно, вот. Убрали томаты, даже позже, позже мы убрали томаты, какое-то начало сентября, мы томаты очень долго собирали, и вот, чтобы посеять, вот, выросла так горчица, вот мы ее посеяли, и вот она успела в теплице как вырасти. Потому что томаты мы очень рвем долго, и стараемся их не рвать зелеными. Сейчас мы посмотрим вот в огороде, в открытом моменте, как чувствует себя сидираты. Вот на этом участке у нас рос картофель, картофель мы убрали, и запахали сразу рожь, посеяли рожь. Сейчас вот на этих грядках подниму посажен чеснок и лук на репку, и посажен лук. И вот сейчас, если мы обратим внимание вот на эту вот просто грядку, я хочу вам как раз-таки вот показать про сидираты горчицы. Она была посажена вот как раз-таки, ну, картошку мы убираем начало сентября, и я овес перемешала вместе с горчицей, и, как многие советуют, посеять горчицу для того, чтобы обеззаразить почву. И просто я хочу опять-таки показать, что не успевает горчица в такие короткие сроки нарастить зеленую массу. Она вот буквально только-только всходит, и как бы все, сейчас будут заморозки, и она погибнет. Погибнет, конечно, и овес, потому что, вот видите, видите, даже не успел он нарасти тоже большую зеленую массу. По сравнению рожь. Рожь, конечно, она растет катастрофически, очень быстро, и можно ее посеять в любой момент. Это вот такая культура, которую можно сеять даже осенью. Она взойдет, падут дожди, взойдет, а когда она взошла, все, она неубиваема, ей ничего не страшно. И вот такие вот советы по сидиратам я хотела вам дать. Именно, а то, как бы, до вас достучаться, да, что ли, чтобы вы грамотно к ним подходили. Не надо выбрасывать деньги на ветер. И вот именно вот с горчицей, что все-таки эта культура, опять-таки, вот когда весной мы ее сеем, она очень быстро наращивает зеленую массу. Но весной, опять-таки, палка о двух концах, да, если рядом будет капуста, или это может быть редиска, там, все, крестоцветная бложка, опять-таки, вот, счикает вашу и редиску, и капусту. Поэтому, вот, я всегда горчица, как бы, отношусь, честно говоря, с осторожностью. Поэтому мой сидират, я люблю, это овес и рожь. А с вами была Юлия Меняева на канале «Восадули в огороде». Пока!